В лагерь я попал случайно, меня схватили прямо на дороге. Боевики должны были отчитываться перед своими руководителями о количестве пленных. Вот меня и поймали. В лагере они называли нас беженцами, которым они якобы оказывали помощь. Практически же мы были разменной монетой. Тот, кто отказывался платить или у кого просто не было денег, подвергался избиениям и пыткам. Тех, кто пытался оказать сопротивление, казнили. Точное число людей, находящихся в лагере подконтрольным боевикам, неизвестно. Речь идет о нескольких десятках тысячах человек, оказавшихся, по сути, в роли заложников. И которые, несмотря на жуткие условия пребывания в Рукбане, не могут его покинуть. Стандарты жизни здесь регулярно подвергаются критики со стороны различных международных организаций. На гуманитарную катастрофу указывали и в Российском Министерстве обороны. Предлагались различные варианты выхода из этой непростой ситуации. Однако, американская страна под любыми предлогами не выпускает людей из лагеря, распространяя среди его жителей информацию, что, вернувшись домой, они подвергнутся репрессиям со стороны властей. Однако, с каждым днем все большему количеству людей удается сбежать из Рукбана и добраться в таких вот лагерей, подготовленных специально для них. Беженцев из Рукбана размещают в специальных лагерях на двухнедельный медицинский карантин. И одновременно служба безопасности проверяет причастность всех этих людей к совершению военных преступлений. В том случае, если они эту двойную проверку прошли, их отправляют в родные дома. Алексей Ивлев, Валерий Кожин, телекомпания НТВ.